Низкий поклон вам, бояре. Издревле на Руси говорили, не рой другому яму, пригодиться водиться на пицца, а вылететь не поймаешь. Аки-паки и же херувимы, житие мое. Какое житие твое, пес смердящий, ты посмотри на тебя. Ладно, вернемся в 2024 год, в тот день, когда вышла игра от российских разработчиков в просмутное время на Руси. Еще до своего релиза игра создала вокруг себя невероятное бурление говен. Ну, во-первых, российские игроки не особо сейчас верят в силу российских же разработчиков. И даже несколько удачных примеров последних лет это недоверие пока не сломали. К тому же стараниями якунских братьев Готовцевых с их детищем The Day Before планка доверия пустилась ниже днищенского дна. Во-вторых, никто ничего хорошего не ждет от проектов, финансируемых государством. А в-третьих, разработчики очень долго не показывали ничего путного по ходу разработки. Отсюда куча домыслов, теорий и спамерские атаки на соцсети Сайберии с требованием показать геймплей. В итоге у разработчиков сдали нервы и они всех перебанили. За что баны стали раздавать? Не только же за фразу «Где геймплей?» Баны раздавались за флут. Что такое флут? Это 80 повторяющихся сообщений. Где геймплей, где геймплей, где геймплей, где геймплей. Зато теперь можно рассказать печальную историю, как отстойный маркетинг погубил не только саму игру до ее выхода, но и подпортил жизнь окружающим. Активная фаза бурления началась примерно полгода назад, когда разработчики открыли предзаказанную игру, про которую ничего не было известно. Нет, показывали парочку картинок, синематики делали красивые, но самой игры как будто не было. Даже были слухи, что разработчики взяли выделенные им из бюджета 260 миллионов рублей и свалили в закат. Быстро, конечно, выяснилось, что никто никуда с чемоданами не сбегал, но осадочек остался. Когда мы получили 10 чемоданов больших кейсов с деньгами и начали куда-то в сторону румынской границы кочевать вместе с цыганским табором, нет. Но один конфликт вокруг смуты разворачивался прямо на наших глазах. Создатели смуты назвали чудовищной боевку в Ведьмаке, а их подняли насмерть. Никогда не следует критиковать создателей других успешных, тем более настолько успешных игр, показывая, во-первых, такой трейлер, во-вторых, не выпустив свою собственную игру. А пока это, ну, больше выглядит как на такую эффектно дешевую попытку привлечь к себе внимание и поднять такой срачий хайп, если угодно. Белорусские блогеры с канала AXBT, ярые противники предзаказов, начали задавать вопросы. А как только мне начинают показывать игровую часть, я начинаю понимать, что я, наверное, был слишком строг с Assassin's Creed Mirage, да и другими частями Assassin's Creed тоже. В общем, боевка в этом геймплейном тизере оказалась кривоватой. Разработчики отметили, что еще трудятся, что это еще не финальная версия. Осторожно, ждем смуту. И тут как раз, когда весь мир отвернулся от России, появилась игра под названием Смута. Но была со смутой одна проблемка. Деньги на развитие этой игры выделил Институт развития интернета, или ИРИ. А это организация, которая конкретно занимается пропагандой положительного образа России в мире. И если посмотреть сегодня на продукт смуты, что мы о нем знаем, что нам показали сами разработчики, то тут складывается вообще удивительная картина. Все, что нам показали до этого, это маленькие, очень маленькие, коротенькие тизерочки. Я даже их трейлерами назвать не могу, потому что нам не показывают, в общем-то, а что собой представляет игра. Да, при этом у нас нет понимания о боевой системе, у нас нет понимания о том, как будут выстроены задания. У нас нет понимания о структуре игры, кроме того, что там будут, ну, полуоткрытые локации для исследований. Как обстоят дела с анимациями в игре? Они будут как в трейлере? Нет, анимации в работе. В боевке при ударах возникают надписи. Нет, надписи не будет. Дополнительный секретный образ будет только по предзаказу. Пока по предзаказу. Вы покажете геймплей в ближайших планах. И вот только для своих тебе говорят, слушай, купи здесь сейчас. Поддержи отечественного разработчика, который, правда, стесняется тебе показывать игру, а когда показывают, потом тебе объясняют, что, ребята, вот эти все недостатки к релизу мы постараемся их убрать. Их вот три месяца до релиза, вы же понимаете, в игровой индустрии все вообще за неделю делается. Не делайте предзаказ на смуту. Игра может оказаться чем угодно, особенно в таких условиях. Особенно меня настораживает, когда тебе так агрессивно пытаются продать продукт, про который тебе боятся рассказывать. А если рассказывают, то потом идет еще объяснительное, что все на самом деле будет по-другому. На мой взгляд, может и агрессивные вопросы, но в целом по существу. Но за разработчиков тут же впряглась другая блогерша, Даша Островская. Привет, я Даша Островская. Ой, что сейчас будет? Ой-ой-ой-ой-ой. Две равно уважаемые нами стороны посрались. Конкретно в этом видео, посвященному смуте, XBT показали себя не с самой лучшей стороны. И понеслось. Белорусы ответили на наезд. И самой важной новостью за прошедшую неделю в игровой индустрии стал наш ролик про игру смута. Внезапно так оказалось. Но мы просто выпустили ролик. Не делайте предзаказы на смуту. Потому что предзаказы, а, это зло. Во-вторых, доверие разработчики сначала должны заслужить. И перечислили пункты, по которым данным разработчикам пока верить не стоит. Тут внезапно возникла наша дорогая Даша-путешественница. Она же Даша-игромания. Она же Даша-велсаком. Она же Даша-леста. Она же Даша-ах, так остро. И эта девушка, несомненно, талантливая. Ну, в смысле, у нее хорошо поставленный голос. Она умеет красиво говорить. Она завораживает. У нее очень большие глаза. Да, да, и глубокий внутренний мир. Но перед тем, как идти с критикой, нужно залезть в словарик и посмотреть, что означает фраза «конфликт интересов». Человек, который работает на создателя одной донатной помойки и рекламирует другие донатные помойки, не должен говорить про объективность вообще никогда. Это слово для Даши находится под запретом. А их преданные поклонники пошли к Даше и насовали полную панамку. Девушка расстроилась и записала жутко слезливое видео. Мне не нужна междоусобная война. Мне не нужен хайп. Я не гонюсь за дешевой известностью. Но моя честь и репутация опорочены. Везде льются потоки оскорблений, угроз и проклятий. И они все основаны на клевете и очернении моей личности. Нам впервые пришлось закрыть комментарии, потому что ни один человек подобного не выдержит. Травля затягивается. Неудивительно, если разговоры обо мне несут сплетницам нехилые просмотры и манящие донаты. Выступив против скандалистов парень, они бы пропустили это мимо ушей. Но тут девка, да как она посмела, мы тебя загнобим. Зубы обломаете. А между тем в феврале будущего года исполняется 10 лет, как я пришла работать в игровой индустрию. 10 лет! Медведя учат кататься на велосипеде за полгода. А я разумный человек, хоть и сиськами. Любой материал, который я выпускала, встречался с такой порцией хейта, что у меня началась чесотка. Знаешь, это когда начинает чесаться один палец, потом чешется вся рука, потом ты не замечаешь, как сидишь и расчесываешь всю себя до волдырей. Меня спасала только холодная вода. На четвертом приступе за месяц, который длился больше двух часов, сидя в ледяной ванне в ноябре, я поняла, что убиваю себя и так больше нельзя. Не готова к ей-ту не лезть в блогеры! Многих аргументов я не понял, но мужчин и женщин вообще плохо понимают. От этого, кстати, все наши проблемы. Миша и Виталик сначала прожрались, а потом начали троллить Островскую при каждом удобном поводе. И даже без повода. Потому что ничто так не подстегивает хейтеров, как реакция жертвы. Даша, видимо, не знала этого и старалась отвечать. Получалось корявенько и не так смешно. Не та весовая категория. У белорусов явно в троллинге больше опыта. К этому сразу присоединились и разработчики. Получался отличный скандальчик. И есть, конечно, люди настроены критически. Настроены критически по самым разным причинам. А что там с игрой, спросите? А всем уже глубоко пофиг. Зрители уселись, запаслись попкорном и защитными масками, чтобы то, что накидывают на вентилятор, на лицо особо не попадало. Все желающие кидаться какашками разоружены. Но вы, если что, готовьте новую порцию. Разработчики попытались вернуть внимание аудитории к игре и привлекли тяжелую артиллерию. Широко известную в узких кругах стримершу Алину Рин. Здравствуйте, с вами я, Алина Рин, и передо мной сейчас находится игра Смута. К этому времени еще не было известно, что Алина принимала участие в озвучке игры. Ну, мне, по крайней мере. Зато Алина только что вышла из другого скандальчика. Вот на волне хайпа и решили проехаться разработчики Смуты. Как тебе попал вот этот вот билд Смуты? Рассказывай немедленно. Мне написали и сказали, хочешь поиграть в Смуту? И я такая, что? Что? А что, можно? Мне говорят, ну да, можно. И я такая, конечно, да. Конечно, да. Ну, а кто бы не согласился? Вы бы не согласились бы? Если бы мне поступило такое предложение, я бы, во-первых, офигел. Во-вторых, естественно, сказал бы да. Про скандальчик с Ариной. Разработчики другой российской игры, Atomic Heart, выпустили DLC и неожиданно для многих сменили уже привычную фанатам озвучку главной героини на голос Алины Рин. Твой мозг такой слабый, что даже реализм не выводит. Отвяжись, отвяжись! Один вопрос. Почему? Олицетворение твоих страхов и стыда меня просто обескураживает. Многим это не понравилось. И народ немного пошумел по поводу. И вот Алина выходит и заявляет, что будет стримить Смуту. Лошадки красивые. Что, реально? Игра существует и в нее даже можно поиграть? Из этого стрима многие и узнали, что в озвучке Смуты принимала участие и Даша Островская. Теперь все вставало на свои места. Стало ясно, почему Даша так яростно защищала игру и ее разработчиков. Ей даже удалось уговорить директора Сайберии Нова на эксклюзивное интервью. До этого от него не было ни слуху, ни духу. Но Даша превратила это интервью в какое-то идиотское, простите мне мой французский, сведение счетов с белорусами. Между вами, как я понимаю, до сих пор сейчас сохраняется конфликт AXBT и Смута? У меня нет никакого конфликта. При том, что известно, что они сделали в мой адрес крайне оскорбительное заявление. А что за заявление? Заявление о том, что в случае неудачи заказчики совершат со мной противоестественные физиологические действия. Вместо того, чтобы сделать отличное интервью, она устроила косплей на Юлию Высоцкую с какашками и прочей херней. Задеть ЧСВ Виталика – это как прыгнуть в сельский туалет. Отмываться потом будешь долго, мучительно. Это я по собственному опыту знаю. Поэтому, дорогие разработчики, блогеры и все, на кого глаз царской упасть может, знаете, надо или дружить с Виталиком, или закупать костюм химзащиты. Смута решила пойти третьим вариантом. Поэтому без уникального ингредиента под маркой AXBT нашему тако никак не обойтись. И ты тоже, Виталик, поешь. Ну что ты как неродной. Перефразируя классика, ты это поразил, ты это и употреби. Мужики давно уже забили на претензии и даже пообнимались на камеру. А девушка все никак не могла успокоиться. Я как бы, то есть, выдохнул и простил их. Как христианин. Просто вот серьезно. Вот, перехрестился и говорю. Пока народ был отвлечен этими разборками, кто-то под шумок слил практически финальный билд игры. И о чудо! Даши Островской в игре больше нет. Синица. Вспомнил тоже. У меня вообще-то имя есть. Где пропадал бы Сурман? В титрах она упоминается, но ее персонажа озвучивает другая актриса. Думаю, на релизе разработчики и титры поправят. Даша попыталась шутить на эту тему, но скупая женская слеза уже бежала по щеке, а губы дрожали. Так. Разработчики смуты отменили Дашу Островскую. Разработчики смуты отменили Дашу Островскую. Так. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Это я реально не поняла, это прикол или серьезно? Похоже, с этим придется разобраться поподробнее. Это оказалось правдой. Судя по видео с геймплеем слитого билда, Настя действительно озвучила другая актриса, и я узнала об этом впервые. Более того, Настя и выглядит теперь иначе. То есть, ее полностью перерисовали. Так, чтобы и духа Островского не осталось. И так бы я и сидела в недоумении, почему это со мной никто из них внезапно не хочет общаться, если бы не вспомнила про маленький конфликт между нами 7 марта, когда начальством смуты было сказано, что случится, если я выпущу на канале независимое, как изначально и задумывалось, не отредактированное их маркетологами интервью с Алексеем Кокцевым. А может, все дело в ролике Егора Васильева, профессионального актера озвучки, который смотрел игру на стриме Алины Рин и комментировал со своей профессиональной точки зрения. Вот смотрите, вот тут начинается хорошая озвучка. Слава богу, появляется Денис Беспалый, гений, боже мой. Смотри мне, ни на кого больше не заглядывайся. Ой. Сестра? Вы чё? Вы чё, блядь? Ребята! Слушайте, давайте откровенно, да? Это вот-вот теперь ещё одно подтверждение, что у этого проекта нету режиссёра дубляжа априори. Ребят, если вы... Смотрите, это голос инфлюенсера, ведущий новостей, игроновостей и так далее и тому подобное. Вот, ребят, с такими медиалицами, которые не знакомы с актёрской озвучкой, нужно уметь работать. Так что я с нетерпением жду нового ролика от AXBT, а я пока побежал запасаться попкорном, и всем поклон, Бояре! Хочется всё-таки снова и снова верить в будущее и надеяться, что однажды будущее поверит в меня. Продолжение следует...